Радио России Южный Урал в студии Андрей Махмадиев. Любопытная судьба бывает у некоторых слов. Одни быстро появляются, но и быстро уходят из оборота. Вторые стираются со временем из общественной памяти от ветхости, а третьи существуют в неизменном виде целой эпохи. Причем и первые, вторые и третьи могут быть родственными словами. Так мы сегодня говорим дружба, но не дружество, зеркало, а не зерцало. Слово человек есть, а вот слово чело употребляется крайне редко, разве что в устоявшихся оборотах. Порассуждаем сегодня о причинах, почему некоторые слова и значения откатываются в прошлое, а некоторые нет. С доцентом кафедры русского языка и литературы ЮРГУ, членом Союза литераторов России Денисом Пелеховым. Денис Александрович, здравствуйте. Добрый день. Вот устаревшая лексика, какая она бывает и почему слова устаревают, почему есть слова, которые существуют из челетия и такие, которые устаревают, хотя и они не менее важны. Все устаревшие слова можно разделить на две категории. Это слова, которые называем мы архаизмы и историзмы. То есть слова, у них разные причины устаревания. То есть если утрачивается какой-то предмет, какая-то реалия быта нашей жизни, то, конечно, и слово оказывается ненужным. То есть одна из причин устаревания слов – это как раз уход из нашего быта, из нашей жизни, какой-то реалии. Ну, например, сейчас мы не используем кареты или брички. Конечно, эти слова стали устаревшими, разве что есть какие-то устойчивые выражения, например, карета скорой помощи. А вот слова типа бричка или тарантас, они ушли из нашего обихода, как ушли сами предметы, сами реалии. Такие слова называемы историзмом. То есть они показывают историю. Именно такие слова требуют комментариев, особенно важных в текстах литературы, которые читают дети в школе. То есть слово привязано к контексту времени. Да, конечно, да. Есть другая причина устаревания, или, вернее, есть другие слова, которые устаревают по иной причине. Они называются архаизмы. Слово, которое, может быть, даже более понятно современному человеку. Архаизм – это слово, которое устарело по другой причине. И мы даже порой не можем сказать, по какой именно причине. То есть оно ушло, на его смену пришло другое слово. Вот вы привели слово «чело». Вместо «чело» мы сейчас скажем «лоб», то есть верхняя часть лица «лоб». Вместо «очи» мы сейчас скажем «глаза». Вместо «ланиты» – «щеки». Вместо «длань» – «рука», «ладонь». Вместо «десница» – «правая рука» и так далее. То есть почему, вроде бы, казалось, такие слова, которые важны действительно, обозначение частей тела, обозначение, может быть, не менее важных понятий, и всё-таки они устаревают, уходят на смену, приходят другие слова. Причин здесь, на самом деле, много. Иногда, если мы говорим про слова, которые описывают, например, какие-то явления социального порядка, то очень часто за словами закрепляется какой-то негативный оттенок. Ну, например, слово «маклер», которое пришло на его смену другое слово, это слово «риэлтор». На смену слова «маклер» пришло слово «риэлтор». На смену слова, скажем, «манекенщица» пришло слово «модель», которая, потому что в слове «манекенщица» есть такой очень яркий суффикс, который показывает наше отношение к этой профессии. А вот в слове «модель» такого суффикса нет, соответственно, нет и негативной окраски у этого слова. То есть причин у старевания существует несколько. Ну вот если вспоминать слово, например, «коммерсант», которое на самом деле было, по сути, в русском языке дореволюционным, и после этого, наверное, в течение 70-80 лет не употреблялось либо употреблялось в негативном ключе как синоним слова «торгаш». Вот интересно, что на самом деле уже будучи архаичным словом, у которого есть синоним в языке буквальный, в настоящем языке, оно снова вернулось. Вот эта вот редкая ситуация, когда, например, не просто «коммерсант» возвращается в нашу реальность, но еще и термин возрождается. И даже есть газеты «коммерсанты». Да, и причем они даже подчеркивают старость этого слова. Там твердый знак на конце пишут. То есть это, конечно, да. То есть интересный случай возврата речевой оборот устаревшего слова. Тем не менее такое, наверное, происходит не очень часто. Ну, наверное, не так часто, как процесс устаревания слов. Если брать какие-то еще слова такого же рода, это, например, будет слово «волонтер», которое встречается еще в 30-е годы XVIII века. Оно впервые употребляется, по крайней мере, в корпус русского языка, и его фиксируют вот в середине 30-х годов XVIII века. Потом оно появляется, скажем, у Шолохова в романе «Тихий дон», там волонтерами называют «военные добровольцы». Потом слово «уходит», на его смену приходит слово «доброволец». А теперь оно снова вернулось, только уже в другом немножко значении. Теперь это доброволец, не доброволец, ушедший на фронт, а просто доброволец, который помогает в организации, как правило, каких-то мероприятий массовых таких. У нас, то есть, произошло разделение, например, добровольчества, это, скорее, в большей степени относится к каким-то делам, связанным с войной, а вот волонтерство – это уже, скорее, социальная сфера, где люди подвязаются без зарплаты, реализуя собственные амбиции. Совершенно верно. А как связано устаревание слов с периодом реформирования в обществе или экономике? Вот там, когда, где бурлят события, слова, получается, быстро входят в речь в массовом порядке, но они также могут и быстро уйти из этого оборота. Вот, например, мы прекрасно помним, у нас была на слуху приватизация, например, те же ваучеры. Сейчас мы практически к этим словам не возвращаемся, и ваучер уже даже каким-то тоже архаизм. Архаизм, да, уже такой. Даже, наверное, историзм, скорее, потому что… Замены нет. Нет теперь, да, этого замены слова. Действительно, это вот то, что на наших, в моем детстве, это было, да, ваучер, это слово было, которое звучало с экрана телевидения каждые там несколько минут, да, ваучер. И потом это слово ушло из русского языка. То есть вот такое слово, прожившее не так долго, блеснуло, как неологизм, да, то есть тогда появился новый неологизм, и вдруг ушло, и теперь мы уже считаем, что это историзм, да, действительно. То есть, конечно, такие сферы нашей жизни, как экономика, политика, да и вообще социальная сфера, любая социальная сфера, она связана с появлением новых явлений, а значит и появлением новых слов. И вот далеко ходить не нужно. В принципе, если возьмем мы период пандемии, 2020 год, какое количество слов хлынуло в наш язык. Само слово пандемия, которое, конечно, было словарем, фиксировалось, но я помню, что нам это слово давали как, ну, едва ли не самое редкое, там, это синоним эпидемии, только такой глобальной эпидемии. Это, я помню, мы на ОБЖ изучали в школе. И вот кроме как урока ОБЖ это слово нигде не слышал. И вдруг это слово вернулось в язык и стало, не то, что вернулось, стало более актуальным, очень актуальным. Новые слова появились. Коронавирус, который тоже, кстати, не самое новое, оно было в языке и встречается в учебниках биологии, в текстах вот на тематику. И вдруг оно стало, опять же, очень популярным, породило массу новых слов и даже таких игровых слов, когда возникли слова типа карантикулы, то есть каникулы, связанные с карантином. Это слово буквально вот оно продержалось в языке вот совсем-совсем. Его зафиксировал словарь «Бойстская группа» в словарь «Перемены». Вот они зафиксировали слово, и оно, в общем-то, я больше нигде и не встречал его слово «карантикулы», потому что это вот те самые каникулы, которые были объявлены как каникулы без объявления карантина еще. И потом вот уже был объявлен карантин. И слово «карантикулы» вошло. Я так понимаю, что и слово «корона» можно внести в этот же порядок, потому что до сего момента слово «корона» помимо «королевской короны» или «пива корона» ничего, в общем-то, не обозначало. А здесь вот началось совершенно строго определенное явление, которое причем перебило все остальные. Ну, а вот если мы возьмем такие события масштабные для жизни, например, страны, как космонавтика, да, вот, например, 60-е годы прошлого века, мы помним, что вот такой массовый взлет интереса космосу был в связи с покорением космоса. Или позже, я думаю, что случился такой же всплеск с развитием информационных технологий, информатика. Это уже конец 80-х, а особенно там в 90-е, начало нулевых. Вот здесь вот словари как-то фиксируют вот такие всплеск новых слов? Конечно, фиксируют, потому что существует словарь актуальной лексики. Вот те слова, которые связаны с космонавтикой, они, конечно, давно вошли в наш обиход, и они уже не считаются неологизмами, потому что неологизмом считается то слово, которое мы ощущаем еще как новое. То есть, как правило, и есть даже такой внешний яркий признак нового слова — это трудности в его написании. То есть, когда мы не знаем, как писать слово, не потому что мы неграмотные, а потому что это действительно такая проблема существует. Как написать слово хэштег или слова наподобие флешка. Ну, с флешкой уже, наверное, разобрались, и то встречаются разные написания слова флешкой через «е» и через «э». Правильное написание через «е» сейчас этого слова. И тут я бы еще добавил, что мало того, что раз всплеск к космонавтике, интереса к космонавтике, так еще и появлялись новые придуманные слова, которыми называли детей. То есть, например, сокращали слово. Ну, мы знаем такие явления, такие имена, как Владлен, который является сокращением от Владимира Ленина. А есть такие, появились такие имена, которые фиксировались в словарях и личных имен. Это, например, Вальтер Перженкос. Личное имя, мужское имя. Что такое Вальтер Перженкос? Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт. То есть, это такое сокращение. Они очень порой неблагозвучно звучали, но, тем не менее, народ так... Ну, в словарях такие имена отражены. Значит, кто-то так мог назвать своего ребенка. Ну, насколько я помню, это была даже такая традиция советская, вот прямо с первых лет появления молодого государства, рабочих крестьян. Там вот это вот такие сокращения, которые звучали, в общем, не очень благозвучно, но они присутствовали. Доздропирма, например, что-то в этом духе. Да, первый косрак, первая космическая ракета. Да, вот тем не менее, какую-то популярность они почему-то набирали, мне кажется, на волне такого определенного модернизма, такого взгляда на язык, как на средство изменения реальности. Да, и тут вспомним футуристов-поэтов, которые ратовали за то, чтобы обновлять язык, создавать новые слова. Ну, и вот само слово, например, информатика, тоже интересно, как оно откатывается. Если мы вспомним ее первое появление в обороте речевом, то это, скорее всего, конец 80-х годов, когда входит вот эта волна информационных технологий, и ее обобщали как некий вариант информатики, который занимается именно вот этими дисциплинами. Но уже к нулевым годам само по себе слово информатика обозначает скорее школьную дисциплину для детей. Да, даже раньше я учился в середине 90-х годов, у нас была информатика, то есть предмет информатики. То есть предмет, который на самом деле уже конкретно обучает детей основам информационных технологий. Да, компьютерной грамотности. А направление само теперь оно уже там развитие информационных технологий обозначает. То есть несколько разъединились, и уже на самом деле даже довольно современное слово стало уже частично архаизмом, получается, да? Или историзмом? Можно, да, если говорить про... Ну, нет, это не историзм, потому что слово-то описывает явление существующее в нашей жизни. Но можно, да, говорить о том, что вот я не сказал, какие еще бывают архаизмы, потому что они тоже бывают разные, потому что есть слова, которые ушли из русского языка, лексические архаизмы, так называемые, лексические архаизмы, и на их смену пришли другие слова. А есть случаи, когда слово устаревает, только значение слова. Ну, например, вот слово труд в значении печаль, трудиться в значении печалиться. Сейчас слово трудиться не имеет такого значения. Пушкин еще использовал такое значение, да? Сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. То есть слово труд, такой семантический архаизм, самый коварный из архаизмов, потому что нам кажется, что мы читаем Пушкина и всё понимаем, а на самом деле какую-то часть слов мы не понимаем. Или то же начало вступления в поэму «Медный всадник», у Пушкина есть слова такие «Прошло сто лет, и юный град, полночных стран краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат, вознесся пышно, горделиво». Вот что такое блата, ну тут ещё будет понятно, если мы прокомментируем, что болото, если сравним со словами «град, город», вот такое полногласие, неполногласие. А что такое страна и что значит полночные страны? Вот тут из контекста совершенно непонятно. Конечно, Петербург, а тут имеется в виду именно Петербург, он относился к одной стране, он не переходил из страны в страну. Значит, понимать, что слово «стран» в этом контексте — это как «государство» синонимка, это неправильно. Страна — это сторона, то есть часть страны, часть государства. А полночные не связаны с полночью, это северные, и полночные страны — это северные стороны. И вот такие архаизмы, они, конечно... И вот, наверное, информатика того же рода, если мы говорим про изменение значения, про устаревание одного значения и развитие нового значения у слова «информатика». Ну вот, коль скоро мы с вами уже заговорили, могут ли понятия, которые сегодня считаются разными с точки зрения смысла и употребляются по-разному, быть родственными в прошлом? Конечно, это не просто могут, а даже трудно найти язык, где такого явления бы не было. И мы это изучаем даже отчасти и в школе, когда говорим про родственные слова. Ну вот, что такое родственные слова для учащихся средних или начальных классов? Это слова однокоренные. Может происходить в истории языка так, и так происходит очень часто, что слова, которые были когда-то однокоренными, вдруг перестают осознаваться таковыми. Это я вам приготовил слова. Семь слов, семь пар, вернее. Вот в первой колонке и во второй. Соедините пары, как вы думаете, какие из этих слов исторические родственные? Дать, подарок, конец. И вот здесь кажется, что родственного нет слова. На самом деле, к слову «конец» есть родственник «начало». Там корень настолько изменился, вот одна из причин, почему мы перестали осознавать, что вообще же конец и начало это же явление одного порядка, да? Конец и начало, и просто с разных сторон посмотреть на явление или на предмет какой-то. Настолько изменился корень, вот этот «кон», который есть в слове «конец», исторический корень «кон», что он превратился в корень «ча» или «чин» в слове «начинать» и «ча» в слове «начало». Сейчас я для пояснения прочитаю таблицу, которая разбита на две части, и вот нужно найти слова родственников, слова родственники. Для слов из левого столбца нужно подобрать родственные из правого и осознать, в чем состоит это родство. Значит, мы дать и подарок, понятно, что это как раз от дар давать, значит, мы поговорили по поводу «конец», что это на самом деле родственное слово «начало», теперь ищем слово «нож», «заноза». Заноза, конечно. Нож, «назить». То, что можно вонзить. Вонзить, да. Так, дальше ищем «окно», ну вот, наверное, слово «надутый». Нет. Окно. Окно. Мы выбираем, например, окунь. Окунь, да. То есть окно. Каким образом здесь идет родственное? Око. Здесь корень «ок», исторический корень, который в слове «окно», ну, видимо, здесь либо то, куда можно смотреть очами, либо «окно» — это такая метафора, как «очи дома». Окна — это глаза дома, очи дома. И окунь — это глазастая рыба. Глазастая рыба, понятно. Значит, следующее слово «пир». Ну, не так много у нас здесь на выбор, наверное, корны «пиво». Пиво, конечно. Потому что и пир, и пиво… Да, и пиво, и пир, они восходят к одному. Корны «пить». То есть пир там, где пьют, и пиво — это то, что пьют. Дальше слово «подушка». Вот здесь вот как раз слово «надутый» нам как раз и пригодится. Дудь, душка, надутый. Понятно, что это в этом смысле однокоренные слова. Стол, ну, и, понятно, столица. Столица, да. Тут уже дальше мимо не попадешь, поскольку это последнее у нас слово. И вот вопрос такой. А какие из этих слов вы бы осознали до сих пор, что они родственные? Ну вот если не задаваться специально вопросом, да, скорее всего, я бы, ну, может быть, нет. Пожалуй, может быть, вот стол столицы, может, если подумать. Ну, в основном родство в достаточной степени размыто, и существительные, ну, не кажутся сопричастны исторически друг другу. Да. Друг другу, вот как бы я сказал. То есть на самом деле они в речевом обороте существуют как отдельные, совершенно отдельные слова. Да, совершенно верно. Но проблема такая есть, действительно, когда дети… Вот как быть, например, учителю, если ребёнок выделяет в слове стол, столица, корень стол. Ведь, действительно, есть же слово, выражение стольный град, стольный Киевград, да, вот у нас в Блинах такое встречается. Столица. Суффикс «ит» есть в слове столица, и такой же суффикс есть в слове улица. И ребёнок может осознать этот суффикс, да, он видит, что слово столица чем-то похоже на слово стол и выделить корень. И как вот быть на уроках русского языка? Действительно, морфемика или вот то, о чём мы сейчас говорим, то есть разбор слова по составу, это такая дисциплина, которая стоит, как я всегда говорю студентам, на стыке истории языка и современности. То есть очень бывает размыта граница, что одни носители языка, у кого словарный запас побольше и кто имеет какое-то отношение к филологии, чувствуют родство слов в занос за и нож, а остальные люди, обычные носители языка, не филологи, этой связи, конечно, не чувствуют. Вопрос вот какой. Мы сейчас с вами назвали семь пар возможных слов, которые на самом деле исторически связаны, но вот с этим историческим контекстом они в обыденности никак мы не пользуемся. Звучат они как совершенно разные слова. А много ли таких пар в целом в русском языке? Конечно, не пары, там целые ряды слов, и вот одно из заданий, скажем, на Всероссийской олимпиаде школьников, такое задание есть найти, восстановить такой текст научный, где приведены все-все слова однокоренные, которые настолько изменяются, что даже вот ничего общего нет, конец и начало, ничего общего нет, ни одного звука в этих двух словах, и тем не менее родство этих слов фиксируется словарями, и самое главное, выводится одно из другого. Одно слово можно вывести из фонетики другого слова исторически. Вот, коль скоро мы заговорили о родстве слова, давайте поговорим и о родстве людей, вот о названии родственников. Интересно, почему ушли такие слова, как ятровка, вуй, стрый, и почему нам сегодня, как-то легче сказать, брат-жены, ну так уж мы говорим, или сестра-мужа, чем, например, Шурин или Золовка. Иногда ввиду брат-жены-сестры или отца в результате устраивается такая цепочка, что нужно надолго задуматься и попытаться разложить, про кого же конкретно имеется в виду. Ну вот, прекрасные слова Шурин-Золовка, тем не менее, не так часто мы к этому сегодня обращаемся. Но, по сути, родственные понятия совсем, что ли, получается, однажды разошлись уж на совсем? Ну, я думаю, что здесь связано с тем, что семья наша стала не такой глобальной, как была раньше, когда сын приводил в дом жену, и она становилась для всех невесткой или снохой, а для нее все родственники получали разные наименования. Например, вот есть 12 слов, посмотрите, какие из них вы слышали и какие употребляете сами. Ну вот, опять же, игра от Пелихова, будем так говорить. Прочитайте слова, обозначающие родственников, какие из этих слов вы слышали и можете объяснить, какие употребляете сами. Братанич, вуй, диверь, заловка, зять, примак, свекор, свояк, своячечница, своячечница, ну вот даже вы говорите так слово. Свояченеца. Свояченеца. Теща, Шурин, Етрофь. Вот с этим попроще. Ну, честно говоря, я лично ничего такого не употребляю в жизни. Также, да, общаюсь там, брат жены. Да, да. Сестра отца, примерно так. Ну, конечно, думаю, что есть людей много старшего поколения, кто вполне себе нормально и про зять, и про заловку говорит. Деверь или деверь? Деверь. Деверь. Ну, зять, наверное, более, вот из этих всех слов, наверное, зять более знакомый. Ну, и, безусловно, лидер употребления, это, конечно, теща, благодаря анекдотам многочисленным. Тут действительно такие слова от братанича, это сын брата или братана, то есть племянник. Вуй – это дядя со стороны матери, то есть брат-мама. Деверь – это брат мужа. Заловка – это сестра жены. Зять – это не только, кстати, по отношению к родителям, да, мужчина, но и по отношению ко всем членам семьи он будет зять. Муж сестры тоже зять. А примак – это интересное слово. Это тоже синоним слова «зять», но это интересно, потому что примаком или приемак от слова «иметь» здесь родственное слово этому слову – это человек, который не просто женился на дочери, но и пришел в дом дочери. То есть обычно же была ситуация, когда дочь уходила из дома в новую семью, а вот примак или приемак, и отсюда же фамилия примаков – это зять, который пришел в дом, в новую семью. Тот, кто приобретает, что ли, получается? Ну, тот, кто принимает, как бы, да, принимает, его принимают, его принимают, да, он принятый, как бы, в эту семью, в хозяйство этой семьи. Ну, свекор – это отец. Мужа, свояки – это люди, женатые на сестрах, то есть мужчины, женатые на сестрах. Своя отчинец, соответственно, это сестра жены. Теща – это мы уже поговорили. Ну, и Шурин – это брат жены. И ятровка – это очень старое слово, или ятровь, ятровка. Это ятровками называют женщины, вышедшие замуж за двух братьев. По отношению друг к другу они называются ятровками. Что мы имеем в результате? То есть вот эта структура семьи, она скорее имела отношение к каким-то временам. К каким-то временам, да. Где семьи были более традиционные, широкие, в народном стиле, где там чуть ли не деревнями породнялись друг с другом, и необходимым было устраивать некий ранжир родственников. Сейчас, когда обычная типичная семья, чуть больше, чуть меньше, двое родителей, двое детей, к примеру, вот просто вот такой набор слов, он получается излишним. Оказался ненужным, да. И теперь мы имеем такую редуцированную, сокращенную систему этих наименований и порой даже используем неправильно. Я помню, у Высоцкого есть такая песня. «Ой, Ивань, смотри, какие клоуны, рот хоть завязочки пришей», там следующая строфа, «А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая же пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань». А кто такой Шурин? Это же ее брат родной. И она его называет почему-то Шурином, и еще и оскорбляет. А Ваня вступается, говорит, послушай, Зин, не трогай Шурина, какой не есть, а он родня. То есть явно, что автор, либо он для рифмы подставил, потому что там сама намазана прокурина, да, Шурина прокурина, либо же, и эта версия, мне кажется, более убедительной, а все-таки Высоцкий не такой автор, который бы стал для рифмы менять смысл, слово или что-то такое. А скорее всего, он не знал значения этого слова, и он подобрал то, он знал, что это какой-то родственник. Да, пытался передать некий просторечный вариант общения между женой и мужем, там, в полупьяном, допустим, виде, и выбрал такие слова, которые для него показались просторечными. Ну, возможно, да. То есть вот такая обыденность, семейная обыденность на кухне, вот как бы так вот передал, разговор о семье, ну, и тоже, получается, попал в просаг. Какие из этих слов мы можем сегодня однозначно уже считать устаревшими? Как это узнать? Значит, посмотреть в словарь, и в словаре будет написано, что ятровка устаревшая, вуй, конечно, устаревшая, точно так же, как и стры, потому что, и это, кстати, архаизм, потому что для слова вуй стало, и для слова стры, стры – это брат отца, брат отца, а вуй – это брат матери. То есть, ну, сейчас у нас есть одно слово – дядя, дядя, дядька, и оно вытеснило эти два слова, они не нужны оказались. Вот, что касается ятровка, то вместо слова ятровка некоторые словари дают помету то же самое, что свояченица, то есть слово «своячница» вытеснило слово ятровка, да. Остальные же слова, ну, тут надо посмотреть в словари, где будет помета устаревшая, там, потому что нам очень часто кажется, что слово старое, мы его не используем, а словарь такой пометы не даёт. Это значит, что лексикологи ещё не фиксируют, что слово устаревшее. Ясно. Ну, вот, любопытно, но родственные коллизии касаются и происхождения имён. Вот, к примеру, исторически разошлись родственные имена, такие вот, как Георгий, Егор и Юрий. Вот как это произошло? Почему они на самом деле родственные? Наверняка многие скажут, ведь мы же в обычной жизни различаем Георгия, Егора и Юрия, тем не менее. Тем не менее, да, и тут вспоминается сцена из фильма «Москва слезам не вери», да, он же Жора, он же Гоша. Ну, тут, конечно, мы имеем дело с уменьшительно ласкательными именами Жора, Гоша. А вот если брать полные варианты, тот пример, который привели вы, это действительно три разных имени теперь, которые восходят к одному корню, и возникает вопрос, а как так получилось, что Георгий вдруг, даже в рамках русского языка, Егор и Юрий, а если мы пойдём в другие языки, то, ну, славянский, например, там будет Ежи в польском языке, Иржи в чешском языке, и вот как так получилось? Ну, Иржи-Ежи ещё как-то связь видна, но вот как же с Георгием-то где связь здесь видна, и здесь, где наблюдается связь. И здесь мы вспоминаем такое явление, как звуковые переходы. То есть, когда слово меняется, то в таком случае возникает, ну, мы говорим о том, что существуют звуковые переходы, фонетические переходы, фонетические соответствия. В какой-то момент один звук может почему-то поменяться по каким-то причинам. Причём эти причины не случайны, и изменения, как правило, не случайны, а системны. То есть, если в одном слове меняется один звук, то и в другом слове в таком же положении звук перейдёт в другой. Ну, как в случае с конец-начало, да, корень кон поменялся на корень кин, а кэ перешло в чэ, получив слово «начинать». И вместо корня кин мы имеем чин. И вот этот переход кэ в чэ мы наблюдаем во всех позициях, где и повлияло на кэ. Ну, там, скажем, слово или там и или е, да, рука, ручка, кэ переходит в чэ. То есть, это закон, это явление очень системное, очень такое не случайное. Вот, со словом Георгия и Юрия здесь можно понять, в чём родство, если вспомнить некоторые диалекты, о которых мы уже говорили с вами. Например, в южных диалектах Ге произносится как Ге. А там, где Георгий, там недолго до Юргии и, конечно, до Юрии, где Ге просто переходит в Е. Эти звуки очень близкие по месту образования. И Ге — это звук, образуемый на средней части языка, среднеязычный, так называемый, да, или заднеязычный средненёбный, так он фонетически называется. То есть, задняя часть языка продвигается немножко вперёд. И в этом же примерном месте образуется звук Е. И поэтому Ге или Ге, мягкий Ге, очень легко переходит в Е, потому что его произносить легче, на самом деле, чем Ге. Как бы звонки мягких Хе, да, и Ге. Вот, и поэтому получаем мы такое вот имя вместо Гюргии, которое, кстати, фиксируется ещё в древнерусских текстах Гюргии, получаем Юрии с утраты и первого Ге и второго Ге. — Ну вот есть другой пример довольно яркий, например, имя Абрам или Авраам. Если мы посмотрим в английском, ну, ещё есть Абрахам. Вот в английском очень часто H не произносится, поэтому слово, которое пишется как Абрахам, оно звучит как Абрам. Авраам Линкольн, например, да, и вот такой вариант. То есть, в принципе, вот здесь, как мне кажется, сам механизм изменений, вот, очевидно, ясно, виден, да, когда где-то употребление произношения немножечко отличается, что-то какая-то буква сглатывается. — А графика показывает, что на самом-то деле это эти слова родственные, да? — Да, или Томас, например, Том и Фома. — И Фома, да. — Звучит вот вроде бы как бы совсем не сходно, для нас это два разных имени, но тем не менее совершенно понятно, что это библейское имя, и оно одно и то же просто по-разному произносится. — Да, потому что тут, если мы берем вот эти греческие имена, или древнееврейские, которые через греческие к нам пришли, Авраам и Абрам, Томас и Том и Фома, Фаддей и какой-нибудь Тадеуш и некоторые другие имена, то мы увидим еще одно явление, которое связано с традицией прочтения греческих, древнегреческих имен, слов, и существуют две традиции. Западноевропейская, она называется еще по-другому, Эразмово чтение, Эразм Роттердамский предложил читать букву «бета» как «б», а вот есть Рейхлиново чтение. Рейхлин предложил, она соответствует нашей православной традиции, прочитывать «б» как «в», и отсюда у нас разница, скажем, в то, что у нас называется алфавитом, в других языках, в польском называется альфабет, где вместо «вита» используется буква «бета», название этой буквы, или, скажем, «вавилон» и «бабилон» в польском языке, тоже начальное «в», ну, не только начальное, вообще буква «вита» произносится в русском языке как «в», при заимствовании этого греческого слова, а в польском языке произносится как «б», ну, и в других западных славянских языках тоже. Поэтому тут еще традиции прочтения слов, которые связаны с заимствованием греческого языка. Ну, и, наверное, было бы неправильно, если бы мы с вами в конце нашего разговора об устаревшей лексике не сказали пару слов, собственно говоря, о направлении, о разделе языкознания, который этим занимается. Что же такое у нас этимология? Насколько я понимаю, для всякого, кто хотел бы заняться попыткой вычленить ДНК слова, посмотреть, разобрать его, это просто удачная возможность обратиться к этому разделу науки, посмотреть в тот же самый этимологический словарь, чтобы понять, насколько языки, и в частности русский язык, глубок. Насколько вот эти процессы образования слов таинственны и протяженны по времени. Да, этот раздел называется совершенно верно этимология, которая даже само по себе название, оно восходит к греческому «этимос», что означает «истина», то есть истинное знание о слове, истинное значение слова. Изучает этимология, и, конечно, она изучает именно родство языков и занимается вопросом происхождения конкретных слов. И этимологический словарь дает именно эту информацию о слове, то есть он сообщает, если это возможно, потому что мы далеко не все слова знаем, в этимологии далеко не все ответы может, не все вопросы может прояснить, конечно. Но там, где известна этимология, этимологический словарь напишет. И вот есть самый авторитетный в России словарь, это словарь Фасмара, этимологический словарь Макса Фасмара, четырехтомный, который очень часто просто приводит много-много разных корней из других языков, и конечного этого результата как бы не дает. То есть он показывает, что такое слово есть в этом языке, в таком значении, там, не знаю, в немецком, в литовском, в латышском, в славянских языках, в греческом, в армянском и так далее. И в конце даже может не дать ответа на вопрос, а что же он означал изначально, этот корень или это слово. Наверное, нашим радиослушателям нужно пояснить, что рядышком со словом идет, ну, такой небольшой абзац разбора, отсылок, сокращений всевозможных научных. И, по сути, наверное, разобраться в этом сходу у человека, который филологии не причастен, будет сложновато. Но вот филолог, он, наверное, видит всю эту вот азбуку сходу, да, или нет? Ну, там есть сокращения, которые даны, в принципе, в начале, в предисловии, да, список сокращений, там, как правило, это название языков, да, лит — это литовский, лат — это латышский и так далее. А кроме того, если мы берем, есть же словари другие, то есть можно и неподготовленному человеку, если трудно читать словарь Фасмара, то можно взять, например, словарь, этимологический словарь, школьный этимологический словарь под редакцией Шанского, Николая Максимовича, и этот школьный словарь дает тоже представление о происхождении многих слов, там, конечно, все гораздо проще, вот инструментарий, описание слова гораздо проще, конечно. Ну и нам, наверное, в голову даже не приходит, насколько глубоки и сильны были влияния одного языка на другой, да? Да. Вот когда мы говорим о темах, например, человеческой миграции, мы тоже себе не представляем, что вся история — это была история миграции. И вот своего рода история языков — это тоже история миграции, заимствования, обмена одного языка с другим. И потрясающе, когда ты видишь эту перспективу и понимаешь, что глубина одного языка дополняется глубиной другого тоже. Предлагаю, что одну из наших передач как раз этимологии посвятить и более глубоко поговорить об этой науке, о предмете, которым она занимается, и темах актуальных, которые перед ней стоят. Ну что ж, я напомню, об устаревшей лексике сегодня мы говорили с доцентом кафедры русского языка и литературы ЮРГУ Денисом Переховым. Большое вам спасибо, как всегда. Ждем вас в наших следующих передачах. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...